В прошлый раз осталось у нас два стиха, не дочетанных из 6 главы первого послания апостола Павла Коринфянам. Брат читает нам 19-й стих и далее. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего вас Святаго Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Вопрос с вопросом. Блаженный Феофилакт. Брат и духа. Брат прочитал этот стих, а я его прочитаю еще раз. Он выявил как? «И вы не свои?». Но мне думается, что этот вопрос поставил ко всему сверху. Не знаете ли, вот к чему вопрос-то стоит. Не знаете ли, что тела ваши, суть, храм живущего в вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Вот это важно. Да. Да, да. То есть без вопроса. Нет, почему? Вопрос в самом первом смысле. Вопрос в первом смысле. Не знаете ли, что тела ваши, суть, и что вы не свои? Ударение смысловое. Да. Вот как понимаете вот это вот, что вы не свои? Что же значит, да? Очки вы. Вы очки. Христовы. Христовы. Да. Члены его тела. То есть члены церкви, члены тела его Христова. Поэтому вы не свои. Мы сами себе даже не должны принадлежать сами себе. Мы должны принадлежать Христу целиком. Потому и заповедь отсюда. Возлюби Господа Бога своим разумением, всем крепостью. Всей своей сутью нужно возлюбить Господа. Тогда ты становишься рабом Божиим. И тогда ты уже не принадлежишь к себе. Ты уже раб Христов целиком. И вот это мы должны... Да. И вот толкование обратно прочитал. Да, я не знаю. Дальше мы. 20 стих. Если поэтому стиху больше нет ничего. Поэтому ничего у кого нету, вовремя, да? Да. А вот, знаете, я вспомнила, что в Каретвинах написано было, что, как Господь говорит, что жена не принадлежит уже телу ее, а принадлежит уже мужу. И как у мужа тело принадлежит жене. Опережайте события, мы об этом читать будем в следующей главе. Пророчица. Людмила, пророчица она была, а это Людмила. Да у нас кого нет. Любая пророчица. 20 стих. Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии. Блаженый Феофилак. Под владыкой, большой буквы, вы ничего не имеете своего. Вы под владыкой, и ничего не имеете своего. Само тело не ваше, ибо вы куплены дорогою ценою, то есть кровью, с большой буквы, Христовой. Посему члены ваши подлежат другому владыке. И на что ему угодно, на то и должна обращать их деятельность. Или должно, должно. Говоря это, не уничтожает свободного произволения, но показывает, что Бог, которым мы искуплены, по праву требует от нас служения себе. Итак, поскольку вы куплены, говорит, то прославьте Бога в теле вашем, то есть совершая телом добрые дела и соблюдая его святым и чистым. Ибо прославление Бога состоит в том, когда люди видят ваши добрые дела и вследствие того прославляют его. Показывать, что не телом только должно избегать блуда, но и душой. Так, чтобы и мысленно не сквеняться, ибо душой назвал мысль. В Евангелии от Матфея 5, 2 запрещено и то прелюбодеяние, которое остается только в сердце. Непрестанно напоминает, что мы не принадлежим сами себе, а находимся под владычеством Бога, который искупил и душу, и тело наше. Вот задал вопрос, да, апостол Павел в 19 стихе, не знаете ли вы, что тела ваши суть, храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. И тут же отвечает, ибо вы куплены дорогой ценой, и телах ваших, и душах ваших, которые суть Божией. То есть отвечает, что и тело, и душа, они Божии. Господь изначально сотворил человека Адама и Еву, говорит, мы как потомки их уже, боление его. Поэтому сами себе это не должны принадлежать. И вот этот самый бесценный, самый одновременно страшный дар от Бога воли человеку отдана, еще кроме того, имеющего тело и душу, свободная воля, которая может отнять у Христа, дарованное Богом и тело, и душу, и отдать кому? Противнику Божию. Если мы только свою волю не сопрягаем с Божественной волей. Если мы не признаем, что мы Его суть творения, что мы... И... А как мы должны признавать? В чем это проявление? Проявляться должно, что мы признаем Его волю. А в том, что мы творим добрые дела, исполняя Его волю, исполняя заповеди Его. Но еще я бы хотел все-таки по всему Священному Писанию пройти. Ведь апостол Павел, когда здесь говорит об искуплении, о храме, это уже нужно знать Слово Божие очень сильно. А тогда только был один Ветхий Завет, еще нового, как такового, завета не было. Поэтому то, что он это говорит, скорее всего, уже все были знакомы. Что такое храм Божий? Почему? А вот у меня, ну, как бы, я, может быть, не совсем толкование говорю, но здесь идет, как бы, тождество. И тело наше, то есть душа с телом, это храм, храм Божий. Потому что живет там Дум Святой написано. А ведь о храме Божьем мы читаем, что храм Божий это, ну, нечто строение из вещественных материалов. Но в этом храме Божьем собирались верующие люди. И раньше, по Ветхому Завету, то спасения-то человеком вообще не было. Все люди над под гневом находились. И нельзя было спастись. Даже, сейчас такое скажу, наверное, похоже на кощунство, но это было так. Даже принося жертвы, нельзя было спастись. Рая не увидеть никто. Не мог. Хотя был святой храм, и люди там молились, и видели великие пророчества, участвовали в великих исторических событиях, чудо Божие. Могли прославить его и всем сердцем уверовать после таких чудес. И однако спасения истинного не было тогда. А теперь один человек может спастись, который омыт кровью Христовой. Об этом здесь идет разговор. И вы, теперь, вот вы, храм Божий, в котором Дух Святой обитает, сам Господь-Утешитель, и вы теперь будете отдавать свои члены и делать их членами блуда, членами сатаны, когда вы принадлежите тому, который вас искупил в одиночку, без принесения какой-то особой вами там жертвы необыкновенной. Вот об этом здесь и Господь говорит. Ну, может быть, еще можно подробнее. Вот сейчас брат навел на такую мысль, побудил, да, дальше мыслить. Он говорил, что кощунственно, да нет, ничего кощунственного здесь нет, по-моему, в том, что жертва приносилась в Ветхом Завете, постоянно она приносилась настолько, что можно было ходить по щиколотку в крови от этих жертвоприношений. Но, неужели, они же понимали, что это только вот прощение тех грехов, которые они совершили, да? Ну и простил грех Господь. А дальше-то что? А дальше-то опять совершаются грехи. Повторение тех же или новые грехи. А смысл дальше, более глубокий смысл-то не доходил до них. То есть, прощение это действительно, то есть, вечного, вечной жизни, вечных обителей не было обещано ведь им. Ну, сам закон в этом все соприношении. Он еще, да, не предусматривал еще это все. Он просто не предусматривал еще это. Но, хотя в пророчествах это было, говорит, придет пророк, которого слушайте, Моисей-то, как меня. Да. То есть, он не указывал, что он будет этот пророк. А Царствие Небесное было понятие у них или нет. Но самое главное, самое главное заключается не в этом, что там были пророчества, они все пророчества эти знали, а самое главное, они понимали, что если они согрешили, то за грех должен кто-то умереть. И поэтому они вместо себя, они знали, что они вместо себя, он должен умереть. Он приносил тельца или там горлицу, или у кого что, какое по достатку. Или овна. Или овна. Но дело все в том, что они приносили самое лучшее, самое неповрежденное животное. Они очень трепетно относились к этой жертве, потому что они считали, грех он совершен 100%, я должен умереть 100%, но он принес этого тельца. Он за себя принес жертву другого, другого. Кто бы за него умер, за него умер тот, кого он вырастил, но он тоже тот смертный. Поэтому они знали, что они должны умереть. Самое большое, в чем нужно акцентировать внимание, это на том, что нужно умереть было ему, но он нет. А у меня есть, кто за меня умрет. Вот. Это было только жертвоприношение. Прообраз. Прообраз. Они это понимали, они понимали лучше, чем сейчас мы понимаем, что вот она жертва, Христос. Православные так не понимают, как они понимали, что они должны умереть. И они же несли за себя, почему в щиколотке стояли эти самые священники, у жертвенника, сжигали, кровь подтекла по их ногам. Поэтому они очень понимали это. Но чего сейчас не достает нашим православным, и многим нам не достает. Не трепещем мы, не боимся. Да, брат. Ну, я хотел сказать, что во многом у них это было еще и языческое. Это Господь щадил их антропометрически, то есть по человечеству. Ведь раньше приносились всегда жертвы, и чем больше крови, чем больше там жира этого ты обмажешь и доличи, тем больше там должно быть всего самого хорошего и счастливого. И Господь их не оставил без этого, для того, чтобы они сразу не отошли. То есть, как бы не были слова эти суровые, как они сказали Господу, когда Он сказал о своей крови. Это Иоанна 6, глава 66 стих. И тогда многие, написано, отвратились от Него, оборотились, то есть ушли, отошли. И то же самое здесь, чтобы не произошло, Господь оставил им вот эту лазейку. Поэтому написано, что Ветхий Завет, вообще и храм даже сам, это был где-то водитель ко Христу. А какой же тогда храм? Спросили бы иудеи тогда, если бы сказали, да, знаете, вы не в тот храм-то носите жертвы, а в какой? ВЫ! Они бы очень сильно удивились, на это. Я? Да, ты? Хотя, что такое? Что у вас? Я не поняла, вы говорите, они идолом, это идолом, это кто отклонился, а в данный момент, говорится, о той жертве, которую несли священникам, священники жертву приносили, по закону это было все, и это было, как бы это положено было, они не идолом приносили жертву. Они не идолом. Они Богу своему, которого они, в общем-то, Бога и Его, они знали. Все? Вы сказали. На неждание. Это надо как вопрос тогда задавать, о чем я сказал, да? То есть не уловили мысль, да? Ну, я поняла, что было и... Это все, это все было, как... Прообраз. Да, это все прообраз. Это я говорю, что это был прообраз. Господь сразу же не смог сказать о том, что и Дух Святой не сразу показался для человека. Поэтому в прообразе это было сделано так, да? Ну и люди к этому привыкли. А потом, когда храм отняли, и так не смогли отвыкнуть. Я-то хотел выразить какую мысль, что удивительно было, что они, зная всех этих прообразов, и поскольку не было Духа Святого, сейчас мне это удивительно. А тогда это было неудивительно. Тогда это было закономерно. То есть они не могли это даже представить, что, в принципе, вот брат сейчас сказал, вы, вы являетесь храмом Духа, должны быть храмом этим самим. Как и сейчас нам говорит апостол Павел неоднократно, что вы есть храм Духа Святого. Так, сейчас мы только прочитали об этом. А для них это тогда еще и не было понятно. Даже уже апостолы, будущие апостолы ходили рядом с ним, и они только по прошествии определенного времени, по вознесении Иисуса Христа, они получили Духа Святого. Тогда стали не в полноте понимать это. Я бы хотел еще к этому добавить. Оно как бы и в контекст идет, и в то же время, ну, чтобы вы понимали об этом. Почему в 53 главе книги пророка Исаия евреи сейчас не относятся так трепетно? Они ее просто оставляют. Потому что они не могут понять, о чем там идет речь. Причем здесь один человек, уничиженный, за весь народ, пролил свою кровь, убит. А его нету. Они его не видят. Они даже не могут сказать, что придет Мессия, и он будет такой. Они уже права такого не имеют перед своим отцом, сатаною сказать это. Иначе тогда это Христос, тот, который пришел изо всех на Голгофе, пролил свою причистую кровь. Правильно? И вот такие темные места для них, они остаются. Когда вопрос, а для нас, православных, вопрос удивительный. Иоанна Крестителя все почитают, а он не крещеный. Он не крещеный. И вот кто бы крестил-то? Потому что должно исполниться всякая правда. Первый Иоанн Креститель, который взял и крестил Христа. Христа крестил Бога нашего, Господа. Там троица явилась вся в этот момент. А сам не крещеный. И отошел. Для нас это тоже должно быть удивление. Но мы не удивляемся. Почему? Ответ на вопрос. Дух Святой Утешитель спасет Иоанна Крестителя. Он с ним. Потому что так должна была исполниться правда. Он был первый. И он был на грани Ветхого и Нового Завета. Он не знал еще Христа. И таким образом он попадает. А ему нужно было там какое-то покаяние приносить или еще что-нибудь Иоанну Крестителю. Да об этом даже никто и не говорит. Потому что его Господь определил на то, чтобы стези и выпрямить все долы и холмы перед тем могуществом, которое и грядет. Обратить сердца отцов отдать детям, чтобы они были такие же пророки, они блудные сыновья, которые уже отошли далеко от Господа. И мы видим, так все и случилось. И поэтому мы уже не удивляемся. А иудеи всегда удивляются, почему они возле находятся. Их сердца детские. А сердца детские наполнены чем? Ангелами. Да? Злобой. Вот я сейчас приехал к племянам. Откуда берут, не поймут. Ты хоть сколько рассказывай о Христе. А она придет и скажет, а вот там швабра эта девчонка. Почему на тебе швабра-то? Уже опять объясняешь все. А потому что она плохая, она вот не так посмотрела, не то. Вот они дети-то где. И детство это у иудеев идет. И у православных детство идет. Детство это. Потому что одна злобность, а ничего доброго, чтобы любить друг друга, к этому мы не находим в них. Ну подойдет что-то к православному. Начни говорить о Христе, о Господе. О пролитой крови. Ты что мне говоришь? Я что не знаю? Да я в монахе готовлюсь. С парнишкой разговариваю 23 года. Дал почитать для Слова Божия не туз. Почитал немножко. На следующий день прихожу, он мне отдает. Я уже негативно отношусь к этому человеку. Твоему Лапкину. Уже ничего, все переверет на сто раз. А ты откуда такой взялся-то? 23. 23, кстати. В 23-то уже ума пора набираться. А ты в детство впадаешь. Да такое злобное еще. А почему? Да храм-то он для взрослых, а не для детей. Кто в храме приносил жертвы? Священники 30-летнего возраста. А храм тело, во сколько идет. Ну, хорошо, если у католиков конформация. Там дети подходят, у них там уже катехизация к этому крещению. У нас вот такой вот, еще от горшка два вершка. Только уже вылупился, как говорится. Его уже запихали, все, уже крещеный, уже член церкви. Давайте теперь все его соблюдайте. Как его научить, уже ничего нельзя. Он у маленьких подрастет, уже все знает, с какой стороны подать. Уже всех будет учить. Тоже неправильным путем пошли. Православные удивляемся. А что так? Да потому что вот написано, как надо идти. Ты храм, Духа Святаго. Я сейчас читаю, я сейчас вот ты сказал, и я вернулась сюда, думаю, что там есть-то. Я даже ее и забыла. Вот она, 53. Ранами его мы исцелились. Ой-ой-ой, так это какая глава-то? Так, вернемся к конец, и нам первая глава. Седьмая глава. Сережа, Сережа. Ну вот брат дал идею пройтись по Писанию, где говорится о храме. Ну да. О тело. О храме. У меня вспомнились места Писания. Помните, когда Христос выгнал торгашей из храма, и иудеи сразу ему. А какое знамение ты нам дашь? Так, Людмила Степановна, вернись назад. Одеться. У меня вопрос, можно? Не по теме. Пусть закончит. А я не слышал. Он не закончит, а он не слышал. Ну сейчас я быстро. Ну, на это иудеи сказали, каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать, когда выгнал торгашей из храма. Иисус сказал им в ответ, это Евангелие от Иоанна, вторая глава. Разрушьте храм сей, дело было в храме, он и говорит это иудеям, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. А дальше что говорится? Дальше, интересно. На это сказали иудеи, семь храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его. Они даже не подумали, о чем он говорит. Ну там чудач, что там написано. А он говорил о храме тела своего. Я не по теме, потому что я вижу, когда нарушение какое-то, я хочу сразу его устранить. Я сейчас захожу, на кухне один человек обедает. Почему они вместе с вами за столом? Я вот еще он нигде, я не повезу. За мной рассказал уже. Дело все в том, что он медлительный очень. Так, все это я знаю. И он начинает носить воду, до того года, до того как. И вот он все помогает потом. Эта тема пройдена. Не воду не носить, ничего. Когда садитесь за стол, чтобы он сидел здесь, я сказал, он не успевает наливать меньше. Отдельно его не кормить. Вы это слышали? Мы слышали. Кто его сейчас отдельно кормит? Игнат Тихонович, я отдельно не кормлю, но я могу объяснить, почему он сегодня. Он пришел, мы уже пообедали. Почему? Он ходил больной, Надежде Васильевне помогал по хозяйству. Уголь, уголь. За стол все должны быть. Дальше не надо объяснять. Дальше идет по нарушению. И ему предупредили, и сегодня же ему сказали, что сегодня вот мы тебя кормим, но ты знай, что ты на обед не должен уходить, от нас не должен отрываться, пока не пообедаем. Когда пообеды, занятие закончишь, тогда иди и помогай. Вам понятно, почему я это сказал? Да. По-другому никак. Этот человек вообще на задворках оказывается. Ну, вообще не принято. Он, чтобы было от начала до конца за столом и на занятиях, а в остальное время хоть день и ночь пусть работает. Об этом его предупредили. Он крещение принял, он брат во Христе. Не хочет на занятия идти, сказал сейчас. Я его тощу, он будет не пойду. Ну, все. И знаете, Тихонович, еще один момент. Сегодня его еще предупредили. Он не стал ходить по субботам. Никогда. Уже давно не ходит в субботу. Так, ну, давайте мы спросим Светлора Андреевича, почему? Когда было крещение, я говорю, что не готов. Ну, ладно. Можно так предупредить? Он не связан ни с семьей, ни с чем. Так вот он здесь. Можно позвать его. Конечно, надо время тратить. Надо, одну минуту. Да ладно, чего? Какую минуту? Слишком много внимания ему. Слишком много. Особенно за столом. Васенька то, Васенька то, не давайте. Собаке один раз в чашку дало все. Все, он быстро сглотнет тогда. Зачем вы подходитесь? А вы его пичкаете конфетками. Первый раз сегодня сам человек вышел, он сам сел. Нет, вы его опять затащили обратно. Это вы виноваты тоже. Все. Давай, давайте. Он должен за столом быть вместе со всеми. Поели? Слованя, это Тихонович, вам попу. Больше давайте меньше в следующий раз. Он ребенок. Он как ребенок. Я знаю, как в лагере. Все остеваются. Слушай, не дают отдельно каждому. А все поставили, сколько есть, то все едут. Он может сесть вместе. Так что, вот перед ним стоит. Он не хочет. Пускай ребенок помогает. Все. Они так же сейчас отдельно сидят на кухне. То есть он с человеком как будто не общий находится. Не надо этого делать. Вашего облика нет. Я стараюсь его поднять, а вы его снова хлопаете. И туда опять отдельно где-то сидеть. Что в приятии этого не было. Помогает, все делает, когда кончится обед и кончится занятие. Я ему сказала, что он ухмылился. Вам понятно? Да. Так, в следующий раз я понял, что без эпидемии это никак не получается. Если еще раз кто-то вот это будет делать, на себя наложите эпидемию. В следующий день остаетесь без обеда. Дома. Я за вами следить не буду. Дома, дома будете. День поститься. Не пить и не есть. Как мусульмане. Ночью поедите. Я вам устроил разу. Вот поэтому, Игнатий Тихонович, простите, и говорят, что за 15 минут и двери закрыть еще. А запомнил же что-то. Семь, наверное, никогда не поймет. Нет, ну это так сказали, с перекладными. Я никакой роли не... Вот сейчас я пришел, и заходит опять этот Сергий, его фамилия Козлов, болящий. И он говорит, вчера я ему переслал материалы. Сережа, не отвлекайся. И он их, для слова Божьего нету, если я раздрагал материалы, послал. И он их уже в интернет выставил. Я говорю, как сделать, чтобы они были известны? Он уже новый образовал сайт. Новый. И уже он на него выставляет, а, видимо, через него как-то пойдет. И выставил он не менее семи материалов, больших притонов. Лежа, совершенно парализованный человек. Единственное, что он к плечу вот так только шевелится. А тогда же... Вот вчера только два ролика мы с ним записали. И он так никак, вот, чтобы давить, вот как это кто-то. И он сначала кидает мне в мейл.ру. Можно позвонить? Потом можно поговорим? Понимаешь, какой такт? Какое внимание? Я в это время быстренько все убираю. Володя бросает дела, быстренько подготавливает аппаратуру. Стоит я в это время наушники надеваю, чехол срываю с видика. И в это время мы начинаем тогда... Я даю ему знак. Готовы! Он мгновенно тогда выходит. Понимаете, поучиться надо. У нас выставляем материалы. Материалы... Идут сегодня два ролика будут. Это собрание 15 декабря 2013 года. Кончатся занятия, будут написаны занятия 15 декабря. Они не пользуются никаким спросом. Там заходят 5, 6, 10, пройдет год, 70, сейчас. Почему? Никто не знает, что там есть. Нам нужно, чтобы эти ролики, собрания, кто-то из вас... Валера, тебя тоже касается это? Просмотрели заново, прослушали и написали. О чем разговор сегодня шел? О Степаненко написать слово. Степаненко. Дальше о ком я разговариваю? Припомните. Кураеве. Об Андрее Кураеве. Дальше о чем я говорю? О молитве. И это показать, ну, слов 10-15. Все. Теперь это выставленный быт. Когда люди ищут, где Акураеве, а поисковик покажет. В собрании 15 числа. Наши мертвые. И мне уже неоднократно говорили, вы один работаете, у вас что, вообще никого нету? Так сейчас одна говорит, тут у меня как я отца не могу вытащить из-за компьютера. Ну, правда, 84 года. Бабка одна сидит, бабушка одна. У нее тут столик, такие эти скатерки, рюшечки. Сама щелки такими этими разукрашивает. Ну, как разными. Синяя, красно-белая. Какое у нее платье. И она над компьютером вот так вот склонилась. Одной рукой что-то туда. Вот фотографию. Надо жить интересно. А другая бабка катится на... Вот каток. И она на катушке катится. А у нее надето праздничное. А у бабки-то еще, которые поют. А у нее все распахнулось. Под красным там синее. И напротив ее там виден купол храма. И она с катушки несется с ветром. Понимаешь? Это надо сделать, чтобы оно было красивое, интересно, захватывающее. Вот у меня одна фотография такая. Отец таким едет на мотороллере. Ну, как называется. Это новая машина-то его. И он на ней тормознул. Светит оттуда солнце. Поднялась пыль. И пыль эта в свете. Вокруг его как... И дети со всех сторон. Двое впереди, двое сзади. И каждый поднимает руку. Прокатился. Рядом деревья. И ее никто не готовил. Раз только чакнул. Я его фотографировал. И все говорят. Так это надо выставлять на конкурс где-то. Батюшка с этой каменлавочкой сидит. И вокруг ребятишки. И со всех сторон пыль такая сидит от солнца. И столкнется. Ну, вообще. Понимаешь? Люди сразу это определяют. У людей вкус этот есть. Теперь о чем вы рассуждаете, я не знаю об этом. Слышу только о евреях. И там что-то говорят о биреях. Вот заметьте. Я стихотворение одно такое написал. Говорят, один человек в поле не воин. Это не так. И один в поле воин. Вы знаете про Кузнецова, про разведчика, как говорили? Так и рассказ, и фильм был. Один в поле воин. Что он один сумел сделать? Зорга был один. Рихард Зорга. Что он мог один сделать? И вот умер Моисей. И что началось дальше? Один человек не значит ничего. Одного человека нет. И пошли в плен всей страной. Это очень много. Вы поэтому считаете, что ты на переднем фронте. Они так. Ой, вот мы рассуждали. Вот вас с батюшкой не будет. Что у нас тут будет? А то меня и батюшки не будет. Я говорю, да еще лучше пойдет. Это люди только так говорят думают. Да у Бога. Ой, да что теперь будем делать? Да бедный Стефан, да побили камнями. А это вот еще и выродок стоит одежды. Караулил только лоб. Срочный пятилетский. А из него будет апостол. Павел. Взамен Стефана-то Бог кого оставляет? Мы ничего не знаем. Мы дожим Бога благодарить за побитие. Каждый камень благословлять, который летел у него. Иначе у Павла, может, и не было. Мы не знаем. Понимаете, это сокрыто. Это режиссура. Прости, Господи, я так выражаюсь. Не евангельским языком. Она разнаряжена была от вечности. И написано, и на небе произошла война. Кто воевал? Дьявол воевал. И они победили его чем? Кровью. Кровью Агнца. Когда еще земли не было, может быть. А уже победили кровью Агнца, который придет на Голгофу. Через 5 тысяч, там, 541 год. У Бога-то все в одном дне. Это мы говорим, я вчера, прошлый год. У Бога этого нету. Бог всегда один и тот же. И мы должны понять. Мои мысли, не ваши мысли. Что у него там, он замысел, и как бы, ты только принимай и благодари. И ищи. Вот. Такие, которые будут. Вот этот Сергий Козлов, парамизованный полностью, иконописец. А по иконам он на первом месте в мире вышел. Его ресурс. И он лежа лежит. И сказал, у вас вообще-то раскрутки-то почему никакой нету сайта? Это никто не знает. Надо знать. А для меня это очень важно. Я как-то даже такую составил комедию. Если бы мне был близким человеком Владимир Владимирович Путин, ну они такие люди бывают, просил меня хоть до половины царства. Но он меня спросил бы, тебе что-то надо или нет? Однажды одну женщину или сесть спросил, она говорит, я среди своего народа живу. У меня все есть это уж. Он бы меня спросил, я бы сказал, среди своего народа. Я плыву. Но одно дело, если можете, сделайте. Как? Ну попросите все там, чтобы эти, ну разные, которые много знают, чтобы про наш сайт сделали известным. Мне не важно, что они к нам не придут. Чтобы знали, что мы есть. Мне больше ничего не надо. Я зову на врачный пир. Этот парализованный говорит, а я вам сделаю, у вас изменится обстановка. Я говорю, это невозможно. Мы нас тут пробовали, пытались искусственно нажимать. Помнишь, как нажимали бы, чтобы перевести в другой разряд? Это ничего не даст. Он говорит другое. Он сейчас начинает печатать стихи, там все, что он брал. Не стихи, а эти статьи. И он делает. Отдельно полностью сайт сделал. Наш сайт. Но сделал маленько не так. Кое-что на наш сайт. А остальное люди что-то спрашивают, он отдельно. Внизу. А тут две огромные стрелы. Вам туда. Ты нажал их, застрелуй туда иди, а там уже весь материал. Это он сегодня за ночь только сделал. Это невероятно. Один из модераторов, один из администраций мне сказал. Вы распределите между своими, у кого есть. Ты-то тоже можешь это делать-то. Ты можешь прослушать сегодняшнее. А зайди туда, где у нас на ютубе, а там плейлисты, это как папки называются. По тематике. Отдельно собрание, отдельно скайпо, отдельно дети. Зайди и возьми себе. Сергей, возьми собрание и занятие. Или кому-то отдай. У тебя лучше всего получается. Ты рядом сидит, посадите. Маленько уделить, но хороший компьютер-то. Из него вот будет помощник-то. Это лучше раскрашивать Ольга Става, даже... Что, не, непонятно? Чего плохой компьютер? Я раскрашивать начал. Он посмотрел, а у него еще там рядом корректор, Марина. И она, они меня забраковали. Я еще обиделся, я обрадовался только. Я увидел, что все, что они делают, лучше моего. И весь сказ. Вы начните с сегодняшнего дня. Проверьте эти ролики, дайте краткое содержание. Меня уже умучились спросить, вы почему то ли глухие, то ли не слышите. Мы недавно искали о мощах. Скажите, где вы говорите-то? Где я говорю-то? Это надо же найти. Каждую неделю собрание занятия, собрание занятия. Так, Сергей. В комментариях нужно... Там как раз дается краткое содержание каждого ролика. Я прошу тебя, будь старшим в этом деле. Так, как я его туда помещу? Так, Сергей, все остальное понятно? Вот это, братья, кинолог, потрясирую их. Ты знаешь, как они пойдут, а ты рядом и пошел с ним разговаривать. Чтобы они слева от тебя стояли. Возьмись за это дело, тоталитарный волк. Так, понятно? Я не закончил мысль эту. Вот у нас здесь про евреев много говорят. А заметьте, у нас дом всегда один и тот же. А библия? Они не враги. Они богоизбранный народ. И мы должны за них молиться. Не скрывая ничего, что они сделали. У нас очень необычный подход к этому. Он согласуется с Евангелем. Все. Никогда не проклинай щад Авраама. Никогда. Плати десятину. А остальное, все остальное внутри там находится. Это первое благословение в Библии. И последнее это десятина. Кто из вас, кому? Кто дает слово? Он последний говорил. Я хотел еще сказать. Здесь о сестрах тоже здесь написано. Хотя в храме Божьем нельзя было женам заходить. Храм. Вы храм Божий написано. Ибо вас в Дух Святой пребывает в храме север. То есть даже сейчас в Новом Завете о том, чтобы женщина войдет, не войдет она, кто там, даже разговора нет. То есть уже конкретно обращается к тем, кто искуплен кровью Иисуса Христа. Радуйтесь. Радуйтесь. Благодатно. И населитесь. Господь с нами. У меня вопрос такой. Игнать Тихонович. Первое користром 6,19. Не знаете ли, апостол Павел задает вопрос, что тела ваши суть храма, живущая у вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога и вы не свои. Игнать Тихонович, было ли понятие о теле, как о храме у Ветхозавельцев лежит? Он пишет Каринфинам. Он этого не написал ни римлянам, ни кефесянам. А почему? Он говорит, соединяющийся с блудницей, делается одно. То есть там свирепствовал этот грех. И ему нужно было... Ну да мало, человек-то забывает, ты храм Божий. Ты сегодня утром встал, ты вспомнил, что ты храм Божий? Ну что смеешься-то? Ну любого спроси, ты встал, и я храм Божий. И куда пошел? В туалет. Ну понимаете, мы везде должны помнить. И там молитва. Вы помните фильм «12 Михалкова», когда один вошел, там в стартер, выходит, ну что-то в стартере, он говорит, а там хорошо думается. Там один еврей отвечает. Вот и все. Ты храм Божий, не позволяй ничего того, что этот храм может осквердить. Есть слова Чехова, которые, ну, на кое же на что напоминают. В человеке должно быть все прекрасно. Все, и он дальше перечисляет, что. Как это? А в бедности нужно быть довольно. Вот у меня еще прекрасно. Вот посмотри, вот у меня валенки. Вот посмотри, какие. А что ты их носишь? Они мне очень удобные. Я в эту краевую администрацию, прокуратуру, везде мне ходил. Но они разные. Я выйду, снег сначала их натру, чтобы они не на кого маленько легли. И пошел. А они на меня, люди, не смотрят, когда я прихожу в этом. А летом совершенно босиком приходил. А прекрасно это. Я не думаю об этом. Я не ворованная. Чистая. Ноги у меня всегда чистые. Не пятнышко. Главное, это ноги. Не портянки, не валенки. А почему? Ноги относятся к храму, не валенки. Ты дальше-то рассуди, и все. А вы учите людей, да вы в комнате наведите порядок. Мне по интернету говорят, я еще встану. Я так не оставлю. Вокруг все посмотрю, за чего у меня все на месте. То есть, не разбери, бумаги лежат. Но я знаю, где в этом не разбери найти их. Постель там вот так вот, ну, маленько затянута. И по порядку зайду еще на кухню, посмотрю, до чего же у нас все хорошо. Еродством проповеди. Еродством проповеди спасайте. Еродство, то есть, люди считают это за глупость, что человек назван Богом, и вдруг убирает. Безумные. И он говорит безумием. Вы-то ее считаете за безумием. Я вам ее преподаю. Да так. Да, Сын Божий умер за нас. С неба сошел. Принял нашу плоть. Люди считают, ну, дурнее не придумаешь ничего. Да он сам себя не мог спасти. Его приговорили, его, знаете, его как последнего римского раба распяли. Ну, вот я ее родством, то есть, безумием этой проповеди спасаю вас. Или верите, или нет. Мы иногда пользуемся выражениями этого мира. Мы сами даже не замечаем. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Откуда взято? Это не из Евангелия. А у Евы написано, ты еще наполнишь губы мои смехом. Откуда взято? И взяли это. Взяли это. И по-славянски написали на памятнике Николая Васильевича Гоголя. Он же говорил о вещах интересных, смешных. Ты еще наполнишь губы мои смехом. Понятно? В нашей жизни очень многое есть. То, что из Библии Костина перешло, сделалось пословице. Но с нее легко вернуться обратно. И уже как-то соединить и показать. Мы буквально пропитаны вот этими евангельскими, библейскими сюжетами, сами того не понимая. Ну смотри, нашелся самсон мне. Люди даже не знают, но грамотный человек это понимает. Ну так. О, гляди-ка ты, под яблоня разлегся, лежит как Адам. Делать тебе нечего? Стихотворение написали. Ну, просто научитесь смотреть это. Еще говорю, вот в этом есть красота. Особый пиетет, как этот пишет о моем отношении к Библии Кураев. Чтоб это действительно было так. И когда говорят сектанты, что-то из Библии, никогда не спорьте. До конца выслушайте, обдумайте. Он читает Библию, а он в это время православный да замолчит, и я тебе так ахнешь. Так он что свое читает-то? Ты не его, ты Христа презираешь, ты Христа перебиваешь. Когда он закончит и начнет свое истолкование неправильное говорить, ты выбери момент, еще знай где. Я сегодня забыл сказать, чтобы обо мне помолились. Ну вас достаточно, это самые близкие друзья. Чтобы я не промахнулся, отвечать или не отвечать. Мне столько вопросов с разных сторон. Я должен увидеть, лукавить или не лукавить, чтобы мне на сердце было положено. Чтобы я не тратил лишнего времени, знал откуда взять ответ. В какой момент прекратить разговор с человеком. Мне нужна очень большая выдержка и мудрость. Я не знаю, в другой раз говорить или не говорить. Пройдет день, я снова возвращаюсь. Несколько раз перечитаю, отойду, представляю, как он сидит. И он это или нет, бывает мужчина, а на самом деле там женщина, сквалыжная какая-нибудь, бобенка. Я должен понять, кто это. И не перед свиньей, и среди меня бисер бросаю здесь, жемщик-то. Вот сейчас на меня одна вышла, она лет 15, говорит, была у харизматов. У меня нет оснований, думаешь, она придуряется. Но настолько хорошие ответы. И она уже прямо вплотную подошла к православию. Она увидела, что толкует все по-разному. А знаете, кто-то сказал мне, что нужно искать, как в первом веке было. А то у меня был первый вопрос. И она уже подошла, сейчас уже на моем... Вот-вот на форум должна зайти. Она через пленка, мне кажется, из контакта идет. Звать ее Виолетта. Я ее не видел, фотографий, кажется, даже не было. Но сегодня я уже... Я перед этим вчера или позавчера ответил. Даете ли вы обещание, что будете все от корки до корки считать, что я его показываю. А видео, смотри, то, которое вам уже трудно, там, тогда на видео. От корки до корки. Иначе зачем вы будете тратить время, когда ты смотреть не будешь? Она говорит, да. Я это ищу. Но я много нашла хорошего воптистов. Вопросов нет, а там очень много хорошего. Ты должна найти момент, где эта тропка, как путешествие пилигрима, пошла в сторону в сумерках. А дальше она ночью уйдет совершенно, повернет и в другом направлении пойдет. Я ее сегодня уже вплотную начал давать материалы. Вот вопрос. Ты услышала? Сразу начинаю молиться. Она 19 лет там пробыла. Она там пробыла 19 лет. И говорит, я еще в запасе могу не иметь 20 лет, чтобы просто так их выбросить. Поэтому я сейчас спешу наполниться и найти истину вот здесь, куда я пытаюсь войти. У меня, говорит, уже больше нету такого времени, потому что есть 40 лет по возрасту. Молодую шоу. Читаем? Первая карифа, седьмая глава, первый стих. А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Блаженный Феофилакт. Исправив беспорядки разделений, блуда, любостяжания, теперь поставляет правила о браке и девстве. Ибо коринфяне в письме к нему спрашивали, должно ли воздерживаться от жены или нет. Хорошо, превосходно, говорит, если бы и всякий человек, а не священник только, как некоторые худо понимают это, вовсе не касался жены и оставался девственником. Но безопаснее и к нашей немощи ближе ступать в брак. По сему и прибавляет следующее. Это будет второй стих, следующее. Что, сразу следующее читать? Конечно. Попузный вопрос. Подождите. Не прикасайся. Откуда Ева взяла, когда разговаривал со змеем, и не прикасайся? Бог Адам вот этого не говорил. Говорил, не вкушай. А Ева змею передает уже не прикасайся. Два варианта. Один вариант, что женщина начала домысливать, а другое то, что когда Адам говорил, женский характер такой, она любопытная, и она решила хоть маленько потрогать, чем отличается? Адам сказал, не прикасайся. Раз Бог сказал, то не трожь. Мне вот этот вариант больше нравится. То есть его забота о том, которая... Ну, может, она... Ну, она же помощница, она вторичная уже, первичная Адам. И он ей в этом направлении сказал. Допустим, вот сейчас скажу. Спорил дьявол о Моисеевом теле с Архангелом Михаилом. Что они спорили-то? Ну, на мощи надо было урезать, или что надо-то было? О чем они спорили? Есть такой вариант, что... Его хотел сделать посмертным кумиром, как говорится, в Мавзолее, держать дьявол-то. То есть, как у православных сейчас. Но Архангел Михаил сказал, чтобы его никто не знал где, его тела нигде нету. Не будет этого. Другой вариант считает так, что... Достойного погребения от народа, как хоронят вождей, он недостоин, потому что там он согрешил, и Бог сказал, не войдешь в обетованную землю. И был у него на похоронах только один Архангел. Ну, это вполне достаточно. И оба варианта подходящие. Они оба не имеют основания на страницах писания, но по смыслу имеют. Надо научиться еще, как бы, с той стороны заглянуть, а автор, что он хотел сказать этим? Ну, правильно, не прикасайся. А почему? Так на этом-то не останавливается. Ты прикоснулась к дереву, прикоснулась, ты-то рядом уже. Ну, а почему не пощупать? Ну, яблоко, я говорю, плод взяла, пощупала. Да вообще, замечательно, бархатный такой, как персики. Так где Адам-то? Нет, ее можно и сорвать. Видите, это все связано. Лучше не прикасаться. Один говорит, а я сейчас бесстрастный. Я говорю, как, совсем? А мне хоть вокруг хоть сто женщин голых будет лежать. Ну, через сто-то ты и на двор не вылезешь. Ты рядом-то. Ну, и что? Да ничего нету. Поплыл, жену бросил, в глуд впал и все. Да ты же говорил, как? Ну, а я откуда знал? Я говорю, что тебя долго не было-то? Да у меня там проблема. Я говорю, как уж у тебя проблема? Фу, слово окаянное. Ну, я как-то сидел и читал Библию, ну, и в глуд впал. Как в Библию читал и в глуд впал? Вот это да. А как это все? Чесни-песнете. Ну, как-то я читал, дверь-то была не заперта, а там молодая соседка, она зашла и сзади меня обняла. И там прям не слышал, как она шла, как змея подползла, обвела и все. Ну, дальше-то, ну, ты стряхнул ее и все, сказал, ты хочешь послушать, садись. Дальше-то еще можно было тебе выйти-то. Ну, не знаю. Уже он уже вышел, уже из ее комнаты только. А он не помнит, Библия-то осталась. Она без Библии повела и все. Ну, он дальше-то не говорит. Читал Библию, впал был. Ну, ты не догадаешься, еще хочешь сказать. Хороший юноша, просто прекрасный. Ходил к нам в дом. Долго не было. Спрашиваю, полетел. Зачем же ты дверь-то? Почему не закрыл-то дверь-то? Плотно закрой, чтобы змея не заползла даже в щель. Это тот грех, с которым никаким образом нельзя играть. Никак. Никак. Мало кому удалось выбиться. Ефрем Сирин, я говорю, как-то во дворе там котелок себе разжигает, а какая-то веселая там девахота из окошка-то. Может, тебе что-нибудь не хватает там? Он говорит, не хватает. Кирпича и песку, чтобы заложить тебя там. Замуровать дальше. Игнат Тихонович, он, похоже, песнь песней читал. Да. Все, все написано на пользу сохранения этого храма. Храма. Можно? Да, да. Ну, судя по всему, вот это, конечно, первый вариант Игнат Тихоновича, то, что ему нравится, он правильный, я так считаю. Потому, почему, я даже могу местописание сказать, потому, что написано, что прилепится муж к жене своей, и будет два одноплоть. А Господь жене не сказал, что делать. То есть, она праздно была. Если Адам был садовником, охранял сад, он там что-то поправлял, имена давал животным, работы был полон рот, то женщине-то нечего делать. Чего ей делать-то? Она, по идее, по всем вот этим пророчествам, должна была ходить за Адамушкой и практически в рот ему заглядывать. А что еще-то еще? Бог-то ему сказал, не мне. И учиться. Да, и учиться. И вот одно из таких научений вполне может быть. Почему? Опять местами писания я все время оперирую. Потому, что когда она пришла к дереву райскому, Адама не было с ней. Она одна пришла. Чего она одна пришла? Она на него насмотрелась, я так понимаю, и решила, ну, по женщинам это так возможно. А пойду-ка я проверю себя, правильно я все делаю или нет. Но у Адама, конечно, она забыла спросить. И пока он отвернулся, видать, она и прошлась. Ну, как раз попала премехонька к дереву крайскому. Ну, куда ноги привели обычно? Ну, я не настаиваю, но судя по местам писания, все-таки завело ее. Интересно, грех имеет какие-то длительные последствия. Жена по интеллекту в общем среднем на 25% ниже мужчины. Это уже исследования прошли. Но она бывает иногда острее мужа, Златоуст говорит, в определенных вещах где-то. Ну, и почему я не быть... Учить не позволяю, почему? Какие доказательства-то? Жена была в ход-то, смотри, какая. Это премьер-министр, железная леди, Маргарет Тетчер. Да мало ли, Екатерина или Совета в России были. Причина одна, говорит. Ибо не Адам, прельстивший, спал в преступление, но Ева. Причина указана, почему нельзя учить. А она его стала переучивать. Нельзя, а она дала. То есть это научение. Тут доказательства не надо. Я ничего не добавляю, а просто из картины из этой видно. И апостол Павел мог бы какие-то доказать. Да это утлый сосуд такой, да она больше болеет, да она больше ест, чем мужчина в 4 раза. Он ничего этого не сказал. Но я к примеру говорю, то не умирайте. Три с половиной точно. Не будешь давлять. Да. Проверено. Ты ее не прокормишь. Тебе надо будет уже не с дерева жизни брать, а с дерева познания добра и зла. Руктов не будет хватать. Но, однако, Павел ссылается именно это. Ибо не отдам. Но жена учить не позволяет. Да хочу теперь ей делать. Ну, что делать? Воспитывать детей. Помогать мужу. Она помощница. Спутница. Она говорит, спутанница. Спутница идет, а не ноги спутывает. Надо маленько посмотреть, как есть. А как к ней относиться? А как к своему телу? Тело свое греешь? Грей. Все, дальше еще тебе остается. Там в одном месте написано, муж прилепился к жизни. Ну, я так и сказал. Муж прилепился к жизни. Там другое. И будет господство над мужем. И будет над тобой господство мужем. Там написано конкретно это. Ну, это не... Я хотел дальше сказать. О чем вы писали ко мне, хорошо человеку не касаться женщины. Но коринфяне, если на них посмотреть, как они легко относились к этому своему начальнику, ну, проповеднику, миссионеру, там кто там у них был, который жил с женой своего отца. И теперь такой вот вопрос они ставят. Откуда они взяли такой вопрос-то, во-первых? Видно, что они по женщинам были мастаки все. А тут такой вопрос, как с обидой что-то такое. А может вообще-то вроде не касаться нам. Тоже написал. Вот такой вопрос точно, вернее, такой же точно ответ дает апостол Петр. Когда Господь начинает рассказывать про разводное письмо, и хорошо бы человеку, а если остался, не ищи этого. Но это здесь дальше будет. Ну, то есть понятно, о чем говорил Христос. И будут два одной плоть. И чего Бог сочетовал, написано, того человек да не разлучает. И апостол Петр, Господи, так тогда лучше вообще не иметь жены. Ну, это почти то же самое, что не касается женщины. Практически. То есть это уже было сказано. И там, если мы возьмем то место Писания, то, что относится к ветхозаветным иудеям, а у них по закону все выстроено хорошо, то есть там мы мельче рассмотрим этот вопрос. И теперь то, что вот здесь мы сейчас читаем, то мы коринфян-то должны легко понять, кто это такие. Это закостенелые такие язычники, которые всю жизнь чем хотели, тем занимались. И теперь они приняли новое вероучение. Да, и видно, что хоть Господь, апостол Павел называет и святыми, и братьями, все остальное, но они полностью, даже в этой общине, эти вопросы не решили до конца. С блудом. И теперь их надо решать. Но я не знаю, почему они не решили. А Писание говорит, жестокосердные мужчины или женщины? Кому это слово относится? Галаты. Ну, наверное. Вообще, слово жестокосердные встречается в Библии, в святой. Но к кому оно? К мужчинам или к женщинам относится? Ну, Степан сказал жестоковыйные. Наверное, к мужчинам. Мужчинам. Там женщин ни одной не было. А, ну да, там-то точно не было. А теперь, позволю разводиться по жестокосердию вашему, не по жестокосердию женщинам. Да, так, так. Женщина более нежная, более мягкая, и как-то смягчает мужской характер-то. А по жестокосердию почему? Не нравится? И все, что, зашиб ее в косяк, да и выкинул. И поэтому дать разводное письмо. Дать разводное письмо, чтобы она официально имела право после этого выйти замуж. Что она не сама ушла. А вот такое, что жена против мужа, и она взяла детей, как у нас там, поехала куда-то, а он ее теперь кормит, повторяю, за тысячу, триста лет, на два миллиарда мусульман. Это даже в голову никому не приходило. Она уходит. Ни одного ребенка, ничего не нет. А если беременная должна родить, кормить грудью, оставить, выйти, и все на этом конец. А здесь как? Семерих ребятишек отбила, ушла, и даже никакого слова ей нельзя сказать. Почему? Развратная власть, развратные законы. И она, государство развалится, это все делает сатана. Ее только приструнили бы. Вот сейчас у мусульман-то, это не одна бы. Она ей даже в мысль не придет. Я бы пошла, я бы командовала, подавала на мужа, он платил, детей я уведу, дети не будут слушаться. Это уже безумием нельзя назвать. Это катастрофа. Это ад уже на земле. И остались только одни добрые фотографии. Нам есть о чем думать. Особенно сложный семейный вопрос. У православных он решается сегодня неправильно. Неправильно. А у кого правильно? Ни у кого не решается правильно. Вот почему, когда Петр-то узнал, что нельзя разводиться, так он как, в ужас пришел, тогда лучше не жениться. То есть в других вопросах, а работу можно менять, там государство можно было переехать где-то, а жилу нельзя оставить, это шило рядом, сбоком, точило. Фильм-то этот про папа-то, точило, она говорит, я его точила. Так тогда лучше не жениться. Не каждому это дано. Не жениться, значит, живи как один, как полаган. Весь сказ. Это очень-очень непросто. Поздравляем, женился, вот венчание там идет, все это, это все дается авансом и неоправданным. Это один из самых трагических дней в жизни человека, в большинстве. Аминь. В большинстве. Я нормальным был. И вдруг со мной, говорит, как что-то сделалось, сейчас я ее виню во всем, ты, Мария, мне всю жизнь испортила. Да я-то за тебя пошла, пенчушка, мама мне говорила, не ходи за тебя, дура, пошла. И они едут дорогой, и проехали остановку мимо, и потом наша остановка под стеклой была, все еще друг у друга определяет, сколько ему жизнь испортил. А должно бы так быть. Да если бы не ты, Мария, то где бы я сейчас был-то? Да Бог же тебе дал такое сокровище. Как ты заботишься? Какие дети растут? И он-то мог бы сказать эти слова ей. И она бы сказала, а я как за каменной стеной, как у Христа за пазухой. Что я теперь буду делать тебе? В армию-то брали и рыдали. Все по-другому. Сегодня нападает на Степанин, как говорят. Ну а что давай, во время войны, вот пришли мужчины, которые под коллег, он десятерых женщин в деревне-то обслуживал, и родились дети, и государство поднялось. Попы, замрите же там. Одна она, Б, перестаньте. Она государство наполняла женщин незаконным путем. Все это слемя написано, не будет долговечно истребиться. Их никого нет. Я знаю, у нас деревни, которые были, которые, ну все такие, ну у меня через один дом из Овской жила Ульяна, а мой отец пастух. Он с одной рукой, но остальное у него все на месте. Но после этого еще восемь ребятишек родилось. И вот это, он гонит коров, а она прям на шею к отцу кинулась. Ульяна-то. Хочу ребенка. Ну и правда, муж хороший, погиб. И она молодая. Он говорит, да ты что, у меня Марья вон стоит. Отец не пошел на это. Он не пошел, нигде не оставил. А другой у нас был там Скоков Илья. Это уже знали от него, сколько в деревне было, там с десяток. Это все от него. Сильный, крепкий мужик. Ну по безбожьему, правильно, один бык, сорок телок. Кто-то должен оплодотворять. Родились люди, и я их знаю, которые дети эти росли. Ни одного верующего нету. Ни одного. Вот и все. Закон, поставленный Богом, нерушим. Бог не 10 ребер Адама выламывал, а только одно. Мне интересно, у баптистов венчание было. И у них пресвитер, фамилия, кажется, Путитис, Венспас, Латвия. Ну и сын, когда женился, он его, сам отец его венчает, и говорит, сынок, ты никогда не забывай, когда Бог давал жену Адаму, он навел на него сон. То есть он совершенно был без ума. Спал. Что бы я ему сказал? Ну, я дословно не передаю, я сам не слышал. Ну, смысл-то понятно. Так что, гляди, ты нормальный сейчас человек, в данный момент. Это все, эйфория, это пройдет в течение трех месяцев. Больше трех лет не продержать, если ты не настоящий. А другой мужик, вот этот, баптистский, который, я говорю, пресвитер-то, долго я доживу, а родители не почитался, в день врага сочетания, будучи верующим баптистом, еще успел изменить жене. А ее взял, такую красавицу, панночку, он сам бедный, такой, себя там, кудри такие. Но в этом вопросе был неутомимый, как Лев Толстой о себе говорит, относительно женского вопроса я был неутомимый. Как Пушкин, ни одной служанки мимо не пропустил никого. А потом пришел в сознание и стал плакать и молиться. Ну, помните, есть такая книжка, называется Балавариане. Это переложение небольшое о Варламе и Асафе, о святых. Индийский царевич и предсказали ему, он один, единственный наследник, что, кажется, до 11 лет он не должен видеть света. Ну, ему подземные пещеры там сделали, сады, там все надо как есть. А потом уже пора выводить его помаленьку в сумерки, потом стали выводить и наконец вывели, иначе он слепой был. А он ничего не из них видел, не знает. Он всегда видит молодые юноши, а было указание, если стареет, его убрать, заболел, убрать. Он ни больных, ни старых не видал. И когда поехали, и он увидел больной, там трясется, с дороги-то все убирали, но на него не посмотрели, он из кустов выползает, ай, ты милостыня. Он говорит, это кто? Да это человек. А почему он такой? Да старый. Да что, все стареют. И я состарелись. Царь не велел вам говорить, но это так. А в одном месте увидел, хоронен. А это кто? Как человек? Так подошел, а он еще не поднимется, нет? А он умный такой, царь. Так это и что, и я умру, и ты умрешь. И он говорит, а зачем тогда жить-то? Он сразу понял все. Но решили его развеселить, лучших красавиц, там Кабаева, все ноги поднимают, перед ним гуляют, и президент поплыл. Я пример говорю, с маленькой буквы. И когда вернулись, они говорят, а это кто такие? А который его там визирь-то сопровождает, а это, говорит, чертовки, которые мужчин соблазняют на грех. А он-то хоть ничего не знает, а мужское вожделение, он мгновенно определил. И когда вернулись, а его там показали сады, стройка, небоскребы, все показали. А вещь он спрашивает, ну и что тебе больше всего понравилось? Он говорит, а вот эти чертовки, которые мужчин соблазняют, больше всего мне понравились. Ничего там не было. А вот чертовки-то хорошие. Никогда не был, не прикасался. Мудер. Так это же жизнь Будды. Какой Кришна? Будды. Ну как бы, не такая немножко, но похожая. И Асафа, и Варлама. Варлам-учитель. Это житья святых. Ага, ясно. Там другими словами только. Ну там, это, а где там говорили? Так, не забыли молиться о Степанинке? Как звать его? Максим. Максим. Молитесь. Он очень импозантный мужчина выглядит. В очках. Взгляд такой у него прямо, свет как будто идет из глаз. Борода у него такая, все это. Он весь такой, знаете, как нарисованный. Ему было и тяжело. Максим, который священник. Игнатихич, а можно вам откроем? А не, я хозяин. Наоборот, Игнатихич. Игнатихич, когда вы вот переписка со священником Сергеем то у вас была, и вы там дважды повторяете одну мысль. Не трогать епископа Диамида. Да. И второй раз эту же самую мысль. Так что-то с ним произошло или что? Почему вы это? Я ничего не знаю. Я знаю, только он очень далеко теперь пошел. Будто бы, будто бы, я только знаю из интернета. Родной брат с ним вместе. Вдвоем рукоположили еще и епископа. Кого рукоположили, тот поднялся против них, а потом и с братом у них. И они повросили фактически три юрисдикции. Если это неправильно, то прости, Господи, я не хочу. Но Диамид, он разжалованный в монахе, это не действительный. Он настоящий епископ. И он нуждается в помощи. Он пошел там, телефон и нельзя. То есть, вот это вот, прям смотри. Ну, ни одного настоящего, то нет, который бы вот так обличил и дальше-то шел правильно-то. Его сейчас замахнуло уже там, как это ехало с нами, которая, вот если там эти, штрих-коды, хлеб нельзя есть. Почему? А я съел, а у меня весь день бурлило. Ну, тебя, может, поносит через день. Я при чем тут? Штрих-код, что ли, тебя разворотил? Определяю, чем. Днительность самого человека. Ну, так же и говорят, кошерное, вот съел, там тоже, мне плохо стало. Кошерное? Да. Это лучшая пища? Да, самая лучшая. Моё мнение, что русские, священники, должны устроить русскую кошерную пищу. Чтоб там крови не было. Она ничем от еврейской не будет отличаться. Но это не сделать. Русский Ванька нажрется хоть где. Где угодно. Взяли бы, убрали свинину, как положено-то все. Хотя у нас разрешено. Убрали, ну, то на чем люди соблазняются. Нам надо только учиться. Сейчас. У всех. Я говорил, в Синодио бы организовали комиссию, ну, пусть немного комиссия, но человек 50 надо в ней было. Чтобы они работали, с человеком 20-пятидесятниками, с человеком 20-пятистами, с харизматами, по двое. 25 групп они бы захватили. И выбрать самое хорошее им довериться. Ну, чтобы люди были с образованием, знали. И теперь потом прийти, все на дальние комиссии это все разложить, сказать, нам это надо, надо. Нам надо, вот и эгонисты идут из дома в дом. Они больше всего прибывают. Это Дворкин говорит Александр Леонидович. Ну, надо нам, надо. Почему этого не делали? Священник на исповедь должен спрашивать. Ты никого не свидетельствовал? Не ходил? На исповедь больше не приходи, пока ты не будешь свидетелем Христовым. Все на этом. Он или потеряет, или придет. А мусора этого не будет. Это щепки по воде. Ты посмотри, какие проповеди говорят баптисты. Там заходишь, там Александр, Шевченко. Ну, я уже перечислять не буду. Проповеди достойные любого самого образованного человека. Как они любят Господа, как любят Библию. Я не говорю о харизматах, о хваляях, от обеснования. Я говорю только о баптистах. Как они выходят, как свидетельствуют, с каким знанием Писания. Ну, он далеко не идет, у него ограничено. Но этого достаточно для спасения. Для начала. Вот так. А вы опять что-то придумываете. Я говорю, это надо символ веры вести. Кто не будет исповедовать, проповедовать, его даже православно не надо считать. И вы сдвинули бы с места. А так, батюшка благослови, больше ничего не надо. Символ веры запишите. Вера во святую троицу и в батюшку. А еще можно? Что не поп, то в Северусе. Еще можно? Вот мне очень понравилось на нашем форуме, вот где, я уже говорю, это на нашем, потому что я туда захожу и там иногда оставляю следы своего пребывания. Мне очень понравилось, что вот там вот поставили ролики, нашли мусульманские вот эти, где вот у них ведутся собрания, ну там не показывается аудитория, кто там слушает, ну звуки, голоса там слышно. Мне очень понравилось, что и у них отдельно ведутся занятия мужские и отдельно женские. И очень мне понравилось и то и другое. И как вот он их, это Баку, Азербайджан. И он говорит вот насчет непокорных жен. Если вот вы женились, мне очень понравилась эта мысль. Вы женились, вы ее привели домой, ей покажите сразу хиджаб, чтобы она у вас увидела, что а утром везите ее в магазин и купите ей. Он не сказал, что она купит. И купите ей хиджаб, какой она выберет. Купите. А если она непокорная, отведи ее, помучался с ней и она остается непокорной. Отведи ее домой к отцу и поблагодари отца за нее и оставь ее там и иди домой. И ты с себя вину снял. Ты не бойся, что о тебе подумают соседи или там люди, что о тебе подумают. Бойся, что подумает о тебе Аллах. Сейчас тут увидят мусульмане и скажут, вот православные, а то одна мусульманка все же есть у них. Затесалась. Все. И как женское вот это показывает собрание, там тоже аудитория не показывает сколько, ну очень хорошее, как она их учит, какая она самая милая, какая она приятная. И вот у нее такое выражение лица умница, конечно, выражение очень такое приятное, смотреть даже. Когда мужьям подчиняться, то учиться. Да, не просто подчиняться, а любить мужа. Как она утром встала, не забудь улыбнуться мужу, у него впереди, рабочий день, он пойдет же на работу, не забудь ему улыбнуться. И когда провожаешь, благослови его и улыбкой проводи. Вот везде во всем, вот она такие мелочи учит. Она уже четвертая жена в доме, представь себе. А они занимаются ими. А на нас смотрят, а что у вас это какое-то старообрядческое одеяние, а что это вы, это они не понимают. Это, во-первых, красота. Помните, к нам приезжали американцы здесь были и библейское общество-то. А у нас тут как раз молодых никого не было. Какие у вас женщины красивые. Директор это общество-то. Не очень. Булатов. Булатов. Алексей Владимирович. И думаю, как жалко, что у нас в церкви не учат вот этому. Ведь можно в церкви, вот в церкви учить людей. Именно вот этому отсюда начинается все богословие. Это молодежь надо учить как любить мужей даже старых каталогов. И нас никто не опоздал. Учите молодых любить мужей. Даже вот в таком возрасте я не опоздала научиться. Ты ей скажи, в одном месте ты была, наверное, в клочках, и стала молиться, а тебе хозяйка говорит, а ты благословилась у священника по кому делать? Да, это везде. Поклоны делать. И она не знает делать, не делать. Надо идти к батюшке. Вообще связали по рукам нога. Молитесь о Богу и беги у батюшки возьми благословение. Это кто ж такие-то они? Не на грех, не на что. То есть совершенно сделали человеки балбешки. Балбешки и все. Это самый распространенный вопрос. Чтобы, ведь мы много ходили на благовестие и по городу, и по квартирам, в подъездах, в транспорте, где бы мы ни были, везде говорим. Сегодня, кстати, у меня очень благоприятно, благословенная проповедь была об автобусе, когда я ехала всю дорогу. Очень рада и счастлива, что Господь мне позволил это сделать. И это самый первый вопрос. А кто тебя благословил? А ты что говоришь о Боге? А ты его сама-то видела? Вот это очень распространенные вопросы. Продолжаем? А сейчас задают. Второй стих. Закончили. Время? Раздражительное, благословенное. А можно вопрос такой? Да, брат. Ну вот сейчас вот сестра вот сказала, как там мусульман учат, там и прочее. и один человек ну сказал вот это как бы как сказать, ну национальная идея, да? У нас же нету сейчас считается национальной идеей, что это дети, воспитанные во Христе. Да? Вот. И вот я на работе сказал вот эту тему, да, что дети, ну ребенка надо воспитывать во Христе. То есть в школе и прочее. А следом-то потом подумал, а кто будет учить? Ну да. Вот подумали, а кто будет учить? То есть того, кто будет учить, самого надо научить, а того, кто будет учить, того, кому надо учить, самого надо учить. И это цепная реакция как термоядерная. Она конца нету, вы понимаете? Это надо уходить куда-то и вообще с кого начинать? С кого начинается? Нет, подожди. Вот. Я-то еще не закончил. Я говорю, с кого начинать-то? И вот она говорит, а кто будет учить? Вот ты что ли сидишь тут, у тебя все плохо. Ну, я что не увижу в них там она там, что она ходит? Вот у нее футболка там, глядишь, всех своих сестренок порастеряет, ходит там по котельной, это все дела. Я говорю, ну как же ты так, чему ты научишь? У тебя вот дочка, а ты чему научишь, что ли? Вот этому, что ли? Как себя предоставить, чтобы ее там, первой попавшейся, тем более мужа нету, одна молодая девушка, там 36 лет, говорю. А у нас, говорю, парней пропасть. А вот как бы с ними познакомиться? Я говорю, очень просто, иди в церковь, читай Библию, и тебе Бог даст. Мужа, такого, какого тебе надо, самого хорошего? Да, так это ж ходить надо в церковь. Ну иди тогда к магазину, он так, говорю, лежит во Власихе у Мариера, он постоянно считает, там лет, наверное, 35, а выглядит, наверное, старее меня. Ну, вот весь сморщенный, как Валенок, вот этот вот, старый весь. Ну, такого, иди бери, пожалуйста, у тебя есть. Так вот, кто будет учить, говорю, сейчас эти бабушки, это галимая суеверие, они вас ничему не научат. Аминь. Кто будет учить? Можно же, наверное, немного рассказать. Синяя Ольгановна. Вчера вечером я возвращалась домой из храма, в автобусе встретилась с Андреем Марковым. Помните, у нас старобрядец так ходил, и он всегда радуется, когда встречается со мной. Мы едем, когда, иногда даже вот был такой случай, чудо божье, я захожу, они с женой там сидят, с Людмилой. Андрей Марков, понял меня? Андрей Марков, Андрей, ааа. Сидят с Людмилой в автобусе, и я захожу, они прям так заулыбались и говорят, мы только про тебя поговорили, и говорим, да как мы давно ее не видели, как бы хотелось с ней увидеться. Когда открывается дверь, я захожу, они прямо обрадовались и меня вот так посадили. И вот вчера точно так же было с Андреем. Сели, и как раз о воспитании детей. У него внучки уже три годика, четвертый годик. И у него сейчас эта забота оказывается, как вот Николай сейчас, на первом месте. И он говорит, не знаю прямо, что делать, но мне вот мама ее, то есть дочка его, разрешила с ней сходить вот в храм. Я, говорит, ее водил, и бабушка разрешила, что бы я ее сводил. Ну и это согласие мамы, я ее водил. И священники, отец Николай, тоже говорит, если мама разрешает, то приведи. Ну я, говорит, ее сводил. Ну теперь вот у нас забота, в садик ее надо оформить. А я говорю, знаешь, Андрей, ну он ко мне, вот как мне быть? А я говорю, знаешь что, у нас вообще, ты знаешь наших мамаш, у нас никто в садик не водит. Воспитывают детей сами. Либо, да, что сами, все до школьного возраста доводят дома сами. Вот это было бы хорошо, но вот как, ведь этому же тоже надо научиться. Я говорю, Андрей, да столько материалов у нас в этом, в интернете, на форум есть у нас, сайт, зайди. Так я теперь даже и не знаю, я достаю визиточку, ему дала, обменялись телефонами. Да я вот теперь и даже не умею, как теперь вот мне это зайти? Ну ты позвони ко мне. Когда захочешь, позвони, я тебе буду диктовать, а ты будешь заходить и искать это. Ну не получится. С Людой там согласуй. Позвоните мне, я к вам приду и покажу. Заходите. Там столько много детских материалов у нас. Ну если не хотите у нас, зайдите вот у этого, у Осипова. Там тоже есть вот о причастии. Мне очень нравятся его мысли, которые, если вы позволите, я вам скажу эту мысль, которую говорит Осипов о причастии детей. Вы слышали это или нет? Так, понял. Николай, тебе хочу ответ дать. Люди иногда спрашивают, вы исповедитесь перед священником, а священник перед кем? Перед епископом? Епископ перед патриархом, а патриарх перед кем? А епископ это как раз исповедился перед священниками. Один избранный, который там старый, ну кто-то там. Опытный духовный. Один из них. Они духовник епархии. И патриарх перед священником. Там у людей понятно по иерархии. Вроде один перед одним, кто выше-то. И сам по себе вопрос, он уже ни на чем не основанный. И вот ты сейчас сказал, вот этого учить. А кто будет учить? А кто будет учить? А его-то кто будет учить? Это бесконечная цепь. Я опять же обращусь к краю биографии. У меня этого не было. Я вот сегодня упал. И сегодня я встал. Поклонился Богу. Возопил к нему. Получил Библию. Я доехал до корабля. Но прошло не больше полтора часа. И первому человеку я уже начал свидетельствовать. Все. У меня вопрос от никогда не вставал. Я никогда не стал искать, а где? Потом ко мне придут учителя. Потом. Златоуст. Почему? Писание говорит, и не будете иметь нужны, чтобы кто учил вас. Но все будете научены кем. Пока у тебя нет. У меня не было возможности неблаженных и пилахты иметь нигде. Я на корабле где-то. Мне непосредственно Господь указывал. Это грех. То есть речь идет о нравстве. Не о толковании. О толковании надо через кого-то достать. Но основные контуры Господь уже показал. Если резюмировать этот диалог, можно сказать таким образом, что, во-первых, французский мыслитель Камюн сказал, если хочешь изменить мир, то начни с себя. И вот у брата, если возник, да и не только у брата, у меня, если у вас, у кого-то из присутствующих, возникает этот вопрос, а кто же будет учить? Подумай, а вопрос-то возник у тебя зря, что ли? Значит, ты должен на него и отвечать, этот вопрос, потому что этот вопрос дал тебя Богом. Значит, ты отвечай на него, начинай с себя. Вот ты начинай работать, изменять ситуацию вокруг себя. Я тут вам хочу рассказать, я когда болела, в общем, полтора месяца здесь не было, я отсутствовала. Значит, первые две недели я не могла посещать храм, потому что очень серьезно болела. В последующей неделе я ходила, Андрея Первозванного там рядышком со мной. Вот, и я, значит, там такой маленький совсем храмик, он еще не достроенный. И я хочу сказать, что там настоятелем отец Евгений. И вот, когда я впервые пришла туда, меня что поразило, насколько он хорошие проповеди читает. И у него именно на учении идет той паства, которая приходит на богослужение. По слову Божию. Настолько назидательно. И вот как раз, вот, как бы, отвечая на вопрос, он и говорит, что начинайте-то учить себя. То есть вы должны созидать себе храм Божий, вы, тело. Вот. И должны, если вы будете соответствовать Божьему Писанию, заповедям божественным, то и дети рядом с вами будут научаться. И вот, то есть у него настолько, это вот не навязчиво, но это вот, настолько вот у него каждая проповедь пронизана вот этим научением. Вот. Это отец Евгений. Была я также на трех занятиях у них. Вот. Ну, я думаю, сейчас приду, там, как вот Сережа тогда говорил, в какой-то он храм ходил, посещал. Вы знаете, а там, значит, вел занятие отец Владимир. Это вот когда мы ходили в епархию, у нас была встреча отец Владимир. Вот. Мне очень тоже понравились занятия. Но самое главное, когда я пришла, он меня увидел. Вот. И он, значит, сразу сказал, что вот здесь и есть... Тема была как раз по истории христианской церкви. Там, значит, про раскольничество, про вот старобрядцев, про крестное знамение. Он объяснял, что вот можно креститься и двумя перстами, и тремя перстами. Приводит даты. Значит, ну, священник очень знающий, очень грамотный. Вот. И он говорит, а у них священник, истинный рукоположенный священник. Это не сектанты. Это не... Вот он так вот говорит. Ну, и, значит, да, что это община. Это православная, истинная община. И вот он как бы познакомил меня все. И мне что понравилось, что там очень интересные тоже занятия. Я, в общем-то, даже не ожидала такого. И он отвечает, священник, абсолютно на все вопросы, вот какие бывают. И вот занятия вообще должны где-то час быть, мы где-то полтора часа занимались. То есть я что хочу сказать, что есть у нас и среди православных батюшек, те, которые болеют душой, которые научают, которые вот именно стараются донести Слово Божие. Вот. Основывается на святых отцах, церкви, тоже вот где-то какой-то вопрос. Так что есть у нас в православии батюшки тоже. Слава Богу за все. Господь как-то дает нам этих. Слава Богу. Да, закончилось без пятнадцати. Я хотел сказать, что вот сестры говорят, начинать с себя там нужно и так далее, про научение. Ну, Игнат Тихонович не про это немного говорил. Мне ближе как раз, опять не могу другого привести, человека, ну вот Игнат Тихонович. Когда ему попало в руки Слово Божие, он даже не знал, чем это закончится все. Да и не мог знать. Но, когда он начал читать, то у него только один вопрос возник. Верит ли он всему тому, что там написано? И он себе, внутри себя честно ответил. Ну, то есть, как-то у него дуализм человеческий здесь совпал. Душа совпала с телом. Плоть как-то согласилась с душой, что да, всему этому мы верим. И вот это самое главное, чтобы учитель был со стержнем почитания Слова Божьего. Если не будет этого стержня почитания Слова Божьего, не будет ни истинной молитвы, ни истинной жизни христианской, естественно, ты не сможешь быть истинным преподавателем. Ты всегда будешь находиться в искушении. И всегда ты будешь как волны, которые пенятся своими срамотами. Ты всегда будешь двуличен. Поэтому, конечно, брат об этом и сказал, что, а где взять таких учителей? Апостол Павел пишет 9 глава 2 Коринфянам 27 стих. И чтобы не быть недостойным проповедой другим, самому не остаться недостойным. Аминь. Можно? Я хотела сказать, все знают нашего... Как сказать... Священник Метельницкий Константин. Все его знают. Он очень интеллигентный такой, его сразу все запоминают. Он сейчас у нас Петра и Павла на Южном... Я не знаю. К телу. Несколько лет назад он практически не проповедовал. То есть проповеди были очень короткие, такие как бы... Ну, по поводу праздников и прочее. Безразума. Последний раз я была на службе. Настолько он меня, как бы сказать, приятно удивил. Может быть, и даже не может быть, а наверняка мы все молимся за священников. Проповедь была очень хорошая. И видно, что он настолько вот от всей души, он про себя, про свое детство, как он начал ходить в храм. Ну, порадовал, просто порадовал. Ну, как-то взялся, он радует за тебя. Взялся, он? Ну, на этой радостной волне и закончим наше занятие. Ага. Помолимся и гадьте. Давайте, давайте. Не отрыгивайте. На то, что я маршрую. Вы дома тогда придете по полной программе на 100 поклонов. Я здесь более сокращенно делаю. Боже, милостью будь мне грешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи. Прости меня грешного. Помилуй. За молитвы святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю небесный, утешителю души и сины, и живи с детства, и вся исполняя сокровища благих и жизней подателю. Приди и вселися вны и очистены от всяких скверных. Спаси блажи души наши. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и приснай во веки веково. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне пресной, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и Си на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лука вагон, ибо Твоя царство, сила и слава во веки. Аминь. Мы раньше молились, не здесь еще, и Отче наш заканчивалась у нас молитва. Отче наш. Но ее мы считали все, сколько людей есть, все считали вслух. Неплохо? Попробуем. Отче наш, иже и Си на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лука вагон, ибо Твое царство, сила и слава во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе наш Бог и Его, а в воочи. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна, слава Его, аллилуйя. Слава Вышлию Богу, на земле мир, в человеком благоволение, аллилуйя. Благодарю за тот день, когда дал веру в Тебя, дал страх пред Тобой, ожидание суда Божия, аллилуйя. Благодарю за день, когда он мне в руки святую Библию, указал на толкование святых отцов, как на истину, аллилуйя. Аллилуйя. Господи Божий наш, слава Тебе. Пресвятая Госпожа Богородица, спаси нас. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Ян Креститель Претеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности. Имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и каждому дарой жилье. Аллилуйя. И укрепи нас, Господи, дабы нам не страшиться царей и начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Святителю Христову Николу, Мерликийский чудотворец, моли Бога о нас. Святые пророки, молите Бога о нас. Да исполнит Господь Духом Порожским Церковь Свою. Дабы день прихода Твоего, нашего отшествия, не заставлен с неготовыми. Но вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными и лея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя. Святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, всенебесные сыны, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, Верховный Петр и Павел, молите Бога о нас. Святые евангелисты, Матфей, Марк, Лукоян, молите Бога о нас. Святые мученики и мученицы, Климент Анкирский, Анфим, Некомедийский, молите Бога о нас. Дабы никто не принял начертания зверя антихриста, аллилуйя. Святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, и все святые отцы, молите Бога о нас. Да сохранит нас Господь в святой православной вере, аллилуйя. Святые жены и девы, молите Бога о нас. Святые первомущеницы, Платина, Самарина и Феврония. Да дарует Господь послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам. И сохрани их от всяческого поругания. И дары послушания. Украти непокоривость Галины, Екатерины, Евгении, Надежды, 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 Светланы, Марии, Раисы, Ларисы, Марина и Юлии, Людмилы. Тебе, Боже, слава, хвала, аллилуйя. И прими нашу молитву в изъяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи Божий наш, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, забыдавших нам молиться о них, спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай ты, слышит раб Твой. Благослови Болящего Сергия, Павла, Александру и всех запыдавших нам молиться о них. И на врагов пролей милость и примири их с нами. Благослови правителей во всех странах. Дай им страх Твой, святой. Патриарха, благослови епископов, священства по всему лицу земли. Тебе слава, веки веков. Аминь. Вот еще один вопрос. Нигде в литературе не написано, как поднимать деньги. Это руки, деньги говорили. Как? Вот так поднимают священники. Иные поднимают вот так, другие вот так, иные вот так вот. То есть очень разные способы. Я могу сказать, как мне кажется. Кажется, то есть, ну, я имею опыт просто этот. Я считаю, что руки надо поднимать. Поднимать, не написано приподнимать. Значит, поднимать и поднимать, насколько возможно выше должны быть. Ну, слово поднимать, значит, во всем я должен быть совершенным. И тут понятно, что поднимать не так. Можно так, можно так. Ну, поднимать, значит, я поднял выше не могу. Я поднял, но выше уже нельзя. Руки, говорит, касались неба. Так? Второе. Дальше. Ну, насколько возможно держать. А как? Так или так держать? Считаю, что вот так. Почему между ладонями нахожусь я здесь. Ни о какой энергетике речи нет. Просто мне так кажется. Понимаете? И руки держат пальцы вместе. Вот это вот положение. То есть я испробовал всякие. Но на этом у меня остановился. И когда бы ни молился, руки сами поворачиваются в такое положение. Да. Я не могу объяснить, толковать. Я не могу. Почему среда, пятница. Среда, Иуда, предатель. Сделал договор. Пятницу, Христос распятый. Тут можно сказать. Когда я спрашиваю, священник в лотарь я вышел. Я говорю, а почему ты вот так вот руки поднимал? Ну, как почему вот так поднимать? Я говорю, нет, патриарха не так поднимает. Я показал, как патриарх поднимает. Теперь, допустим, я подошел к патриарху. Я говорю, вы поднимаете так-так. А почему патриарха Алексеева так поднимала? У Тихона совсем по-другому было. То есть разнообразие. Может быть, это и так. Но я лично, свой опыт, говорю. Я пришел к поводу, что нужно поднимать, как руки поднимать. Держать напряженные. Вот так, чтобы пальцы были вместе. Вот так ладони, одна холодной. Вот так вот. Мне так кажется. Вы молитесь, кто как может. Ну, поднять, это ясно поднять. И она говорит, мужей поднимает, а про жен не сказано. Правильно, в Библии не сказано про жен. Но муж и жена это единое целое. Во-первых, а дальше, и жены ваши в церквах домолчат. А почему не сказано мужья? Когда ты узго-то обращаясь к слабому, ясно, что ты тоже уже понял. И ты будешь молчать. Лишним не говорить. Потому что служба идет. Да, как жены не поднимают. Жития, наполненное тем, что они поднимали руки. Не написано как. А вот когда они падали на землю, тогда написано. И они крестообразно, вот крест, располагались. Ну, как голову. Прямо лицо внестили, голову маленько вбок, чтобы дышать можно было. Не знаю, я молился так. Это особая молитва. Искусственно ее не сделаешь. Это молитва, когда все в тебе потрясено, когда слезы льются ручьем. И они, как Агафья распространялись. Жития святых у меня в симфонии там написано. И они распростирались на земле. Святые. Там написано, видите, молиться, крестообразно. И там показано, какого числа, какое житие. У нас опыт церковный. Библия, это не означает, что Дух Святой говорил. И вот теперь откровение Иоанн говорит. Дух говорит, приди. Дух ушел из земли, нету. Дух Святой остался на земле, он не покинул. И поэтому творчество Духа Святого идет на земле. А что у нас мало написано, мне говорят. Какого-то лапки насчитать. Правильно, написано у нас много. Есть патрология менее, это 300 томов. Но почему эти слова не сказал Поликарп Смирский, когда до него Игнатий Богоносец написал? А почему, глядя на него, Василий Великий не остановился, а теперь стал писать? А почему златоуст, прочитав все Василия Великого, теперь даже литургию переделал? Это творчество Духа Святого. А дальше за златоустом ты почитай, сколько там придут еще, сколько святых. Их проповедь есть. Там будет Кирилл Туровский, будут проповедовать. И Анкараштадский, Игнатий Причининов. Почему они не сказали? Впереди уже много написано. Обстановка показывает, что о чипах этих, о паспортах, такой народ придет. И ни о чем они не знали, они просто не знали. Откуда знали, когда этого не было-то? За нами придет поколение, но я в это уже не верю, что долго это будет. И они тоже скажут, а почему они не коснулись вот этого вот момента, когда принимать печать будет? Почему не сказали вообще-то? Не открыто было. Господь постепенно приоткрывает, как вот открытие. Люди дошли, вот есть такая ящерица Геккан. И она бегает по потолку, по-любому. Стекло, ровное стекло, потолок, и она по нему бежит. И муха сидит, и она до мухи далеко не доходит, и вдруг муха исчезла. Она сидела, а мухи нет. Теперь, когда стали снимать, ну, такую камеру, которая много кадров делает, они заметили, что она выбрасывает язык, который там в шесть раз длиннее ее. Он ей, как вот, бывает, метр железный складной складывается. Она выбрасывает, и мгновенно себя ударила по мухе, она прилипла и в рот ее задернула. А теперь, как она бежит? Стали смотреть в телескоп. И оказалось, что вот эта лапка у нее, она состоит там, допустим, 24 присоски. И она бежит, а везде присоски. И когда стали смотреть присоски, эти присоски, каждая присоска еще на 150 разделенная. И эти 150, все сами присоски. Когда электронный микроскоп встал в 300 тысяч раз, в ужас пришли. Когда человеческий волос вот таким показан был, и что в нем есть, так у этой, что там есть в ней. Понятно? И вот так и в открытиях, в молитвах, во всем Бог открывает и открывает. Молитву больше всех, я думаю, так, я не знаю, Ефрем Сирин написал целые книги. О женщинах, потерявших сына, о мужех. Обо всем у него есть. Но после него еще столько молитв написано. Молятся святые, я жития святых, начитывал. И они, у них не то, что там это творчество было, это вдохновение. Они охватывали все, конкретный момент. А у Протопопа, вакуума другой, у него стрелец-то. Пашков там молится. Богородица, Пресвятая, ойми, дурака. Понимаешь, как? И молитва была услышана. Осечка за осечком, но он его не убил. Пресвятая Богородица, матушка, ойми, дурака. Понятно и просто. Но Божья Матерь, она ответила и все. То есть вот этот акт присутствия Духа Божия, он везде буквально все собой наполняет. Ну художники были, но рисовали. Продолжают рисовать. Каких только конструкций, зданий нет, все новое и новое изобретается. Человек это космос. И новое и новое поколение рождается, новые делают открытия. Ну, раньше люди думали, а как, вот тепло, это тепло, дерево. А я говорю, а почему дерево холодное, тепло дает? Не знаю. Говорят, аккумулирует солнце, живое дерево. И это тепло в нем в другом виде сохраняется. Теперь корова оправилась, лепешки засохли. И у человеческих кал тоже горит. Вы помните, как из Икибрия сказал Господь на человеческом кале. Готов, он говорит, Господи, ну только не это, ну ладно, на корове вот тогда. Но люди-то плодятся, теперь стали копать уголь каменный, у Бога кладовая целая. Стало не хватать. Господь говорит, еще копните. И вдруг нефть неизвестного происхождения, по сегодняшний день-то, энергии не хватает. А что? Уран. И вдруг такие открылись, а там сокровища, вода оказалась, может крутить турбины, солнечная энергия. Оказывается, как Тесли говорит, из самого воздуха аккумулируется энергия. Какая? Когда не надо ни одной электростанции, столько энергии развита везде. И человек сам в себе генератор, сердце отобьется-то на токах. Это такое чудо. И как не поднять руки и не восславить Бога? Ну, говорит, не написано, каждый муж поднимает руку. Написано, мужей руки, и непонятно, одну или две поднимать. Ну, по смыслу все стали поднимать две. Ну, а православный говорит, а мы поднимаем. Тоже вера. Нас много, и мы поднимаем. Мужей, поднимите руки. Кто за? Мы же говорим, поднимите руки. Но каждый поднимает одну, когда голосует. Не надо никого осуждать. Конечно, я не беру в виду харизматов, боляются, лают и прочее. А так молятся. Я говорю, от благощины Красноярского края Бурдин. Побыл у пенсятников один раз. Пенсятники нормальные. Они при нем-то не завали, ничего. И он вернулся. Я уже приехал, когда недели две прошло. Он не может прийти в себя. Это как он не может? Он ходил как раз для Шевченко Тоня. Там, да, ты относил книги. Это девушка, за которую я сватался. Чуть-чуть и сосватывался. Она ушла в пенсятники. И он, Игорь к ней ходил, я не видел ее. И этот благощинный, благощинный. Вот здесь был Николай Бурдин, это его родной брат, благощинный Красноярского края. Побыл среди сектантов. И он, говорит, я никогда не видел и не знал, что так люди молятся. И он понял, что в алтаре они поднимают руки, литургия, нерасколотый стол. Все знает. Но молитвы такой я не видал. Там буквально горит, говорит, все. Как они молятся? Вы этого не видели. А я это увидел в первый день, когда я обратился к Богу. И они помолились и сказали, у тебя есть какие-то просьбы? Какие просьбы-то? Здоровье у меня позаглаза. У меня 23 года. Зрение. Ну, моряк. Что спрашивают-то? Все комиссии прошел. И больше не о чем молиться? Не о чем. У меня все есть. Деньги хорошие. Здоровье есть. 23 года. Впереди целая жизнь. Я вспомнил, о чем перед этим говорили. Ты не веришь в одно Библию, а другое в другое. И останутся одни корочки. И вдруг мне как мысль. Я не верю написанному здесь. Меня так и прожгло. Я первую молитву помолился о Библии. Господи, дай мне веру, что в этой книге от корочки до корочки все твое. И вот это пограничное состояние перехода, оно осталось во мне до сегодняшнего дня. Вот мне показалось, показалось. Я как будто дернулся на молитву, вот так вот, как будто мешок меня обрезали сзади. Мое не верю. Я аж как-то качнулся. И как по углам, как эхо прошло, вот так вот. Верю, верю, верю. Мой внутренний голос, ни для кого не слышим это. И это по сегодняшний день. Я стал читать Библию другими глазами. Это не буквы. Я слышу, как органную мелодию с неба. Мой Бог заговорил со мною. А ты не знаешь, о чем молиться. Я рассказываю о своем опыте. А о чем ты о себе говоришь? А о чем я буду говорить? Мне больше не о чем говорить. Апостол Павел, когда пришел, говорит, до утра продлил проповедь. О чем говорил? В конце мы не знаем, о чем говорил. Братья сказали, смотри, брат, сколько через себя обратилось. То есть он рассказывал о своем житии. А православное нельзя говорить, нельзя говорить. Тайно, тайно. То есть ничего нет. А этот Сергий-то и говорит. Но Игнатий сказал о делах. Ну ты теперь расскажи о делах. Яков говорит, покажи твою веру без дел твоих. А я покажу из дел моих. То есть показать без дел тоже можно, нужно. А он говорит, а я грешник, у меня ничего нет. И больше ни разу не вышел. У него ничего нет, кроме того, чтобы кусать, подкусывать. Но это его участь, страшная участь. В доме Божьем сосуды есть в высоком употреблении и в низком. А ты откуда знаешь, что ты избран? С детства знаю. Но я не знаю, где буду. Избранничество можно потерять. У меня нет уверенности в том, что я дотяну до конца. Но я все время молюсь Богу. И Бог все больше и больше укрепляет. Я тебе рассказываю. Я не умер еще. Я имею право поделиться опытом. Я этому сказал. Говорю, ты, на тебя много людей выходит. Ты их спроси. Во всей России сегодня живого, одного пусть найдут православного, который сидел за Слово Божие и проповедовал, потому что там узники обращались до начальника тюрьмы. Полный молчок. Мне Бог это дал. Это мой путь. И я им хвалюсь. Я без Господа шагу не могу шагнуть. Я написано хвалящийся, хвались Господом. Я хоть раз сказал, что это мое. Ничего у меня нет. У меня черновики, говорят, со стихов сохранились. Это пачки 4. 3467 листов. А вот это пачки бумаги 500 листов продают. 500. Это... 3000, это 6 пачек. Их строчка в строчку, полностью на всю страницу я карандашом исписал за 9 лет. Ты понимаешь, что это? И ни одной помарки нигде нет. Это что, так само по себе? А сегодня на стихе обращаются. Это вы написали, как Марк Юдалевич мне сказал. Не я писал, моя рука двигалась. А где вы получили такую тему? На молитве. На молитве. Но я вовремя умею отставить все. Марк Юдалевич пишет. Я не сказал. Все, больше ни одного не написал. Все, я на проповедь не выхожу. Вы помните в этом здании, вот в этой комнате, когда-то мы молились здесь. Кто был тогда? Поднимите руку. Так что, я не был еще рукоположенным штецом, и поэтому в храме нельзя. А храм-то вот он, за стенкой, за этой вот. И поэтому мы здесь столы опрокидывали, стол на стол, здесь молились, я говорил проповедь. Выход найден. В храме нельзя. Поэтому батюшка уезжал, мы у нас в лагере собирались, на скворечнике, под открытым воздухом, где угодно собирались мы. На Саманном. А теперь я могу там проповедь. Но я отошел, сказал, я не буду. Не почему, просто отошел и молодым дал возможности. Вот и все. Надо вовремя успеть отойти. А почему? У меня новая поприще открылась. Форум и молитва. А что ты до этого намолился? Этого у меня не было. Такого не было. Это особое состояние, которым я могу уже поделиться многолетним опытом. Это особое состояние тревоги, когда в течение, допустим, полтора-два часа я не встал на молитву. У меня особое чувство потери. Я батюшке говорил, батюшка, ты не знаешь, что это такое? Ну мой характер ты знаешь. Я вот когда помолюсь, мне неохота ни громко разговаривать, ничего. Во мне что-то такое нездешнее. Я не нахожу слов этих. Это Бог делает. Если я семь раз, а это как правило больше, до семнадцати раз в день становишься, то настроение понятно какое. Я от вас когда увижу, как будто первый раз вижу. И каждый раз расстаюсь, как будто прощаюсь. Как меня Бог наградил. Какие у меня друзья. Какие братья. Какие новые люди подходят. Вот этот там Соболев Юра. Вот этот Болящий Козлов. Их Козлов. Соболев там перечисляет. Булкин там этот с Калининграда. Кого у меня нет. Только близкие Булкины, Пенкины, Пшеничкины. Кого только нету. Ну, понимаешь, полное меню. И Бог дает так. И всем я должен. Все обо мне заботились. Дивен Господь. А воздеяние рук могу добавить одно. Я читал толкование. Это когда апостол Павел говорит, чтобы мужи поднимали руки свои без гнева и сомнений. Это 1 Тимофея 2.10. И там следующие стихи читать, он уже по отношению идет к женщинам. Чтобы она молчала, научалась и так далее. Там все в толковании как раз Боженого Филакта и говорится об этом. А воздеяние, почему именно, что женщина должна тоже воздевать и руки. Потому что внимательно дома прочитать. Это 3 Тимофея 3.10. Вот с толкованием Боженого Филакта. Новый Завет. И все. И для вас все будет понятно. Спасибо, Христос. Считаю, что поняли. Ну, все. Все, открывайте книги. Спасибо. Как дальше глаза вылечили, расскажите. Так, это хотите сказать, как глаза вылечили. Но я могу сказать, что я фактически уже не видел. То есть, все, кто может. Это так. Способ очень и очень простой. Молиться. Молиться. Без этой без молитвы я ничего не делал. Святой воды у нас тогда не было. Ну, понимаете. Это не способ даже, а просто в покорность обстоятельствами. Я так называю. Ну, что можно сделать? Я не вижу. Писать даже ручкой. Все. А что писать уже на чтение? А электричества-то не было. Уже темняет. Я все в темноте. Все читаю. Невыразимой жажды было читать. В первую очередь, я перестал читать. Это понятно. Надо было до дела кончить. А ограничил все везде, где что-то на зрение мое влияло. И далее. Я стал нажимать глаза. Это сегодня они говорят, там какое-то давление. Ничего особенного нет. И гляжу, у меня стало проясняться. Проходит какое-то время. И, конечно, морковь. Я не знал. Я внутром почувствовал. Нужна морковь. Морковь. Все. Несколько раз. Вот она показывает уже, сестра. Несколько раз. Зажал. Гляжу, у меня стало лучше. Ну, я так и стал. Исчищение полностью исключил. Я сильно посадил зрение сейчас на компьютере. Издание книг 9 лет 30 тысяч часов. Я вот сейчас в среднем 16-17 часов каждый день сидя за компьютером. Ну, это нормально разве. Я думаю, мне хватит на год. Мне больше, может, и не надо. Я не скажу. Но мне охота все выложить. Какой способ-то? Никакого и нету. Даже святой воды не было. А вот этот глаз, который у меня болит. Болит. Я повредил ногтем-то. Вот эти дни. У меня до того болит. Я утром встану, почти ничего не вижу. Это совсем налево это глазно. Я что сделал? Я пришел в общину. И всем сказал, помолитесь. У меня с глазом плохо. Я ногтем только что срезал его. И стал вытирать. Это нежно всем. Ну, берите еще то, известно. Я стал делать. И задел вот это, которое утолщение. И я его и попал инфекцией сразу туда. И вот уже второй день у меня стало лучше. Каждое утро промываю глаза святой водой. И молюсь. Вашими святыми молитвами. Все. Уже сегодня два дня. Я глаза зажмуляю, одинаково вижу. Я думал, поеду с одним глазом. А вопрос можно? Ну. А вот у вас сохнет вот здесь. Вот когда компьютер выключаешь, потом вот прямо даже... Может и сохнет. Я понял. Может и сохнет. Я не завещаю. Я просто отойду маленько по комнате, пройдусь. У меня двор свой большой. Я по двору быстро пробегу. А за мой котенок бегает. Он меня гоняет. И мы пробежались, скорее вызву, там меня уже ждут. Маслом растительным помашьтесь? Нет, не будет этого. Не будет? Не сделаю. А как-то вы сказали, что вы надавили как-то... Вот так. Вот это вот. Я руками не давил, а просто вот так вот сжал глаза. Я не знал. Жмуетесь, да? А? Жмуетесь. Это было временное функциональное расстройство зрения. Ох, перенапряжение. Массаж, да. Вы просто дали отдых своему органу зрения. И массаж элементарный. Это то, что проповедует нам вот этот самый Жданов. Жданов, да. Да. Его эта техника, она помогает только в определенных случаях. Когда у вас катаракта, когда у вас глаукома, эти уже методы не помогут вам. Это только когда временное, вот это вот, но... Мы уже приближаемся к тому, что вы сказали. Конечно, да, это поможет, даже в этих ситуациях. Но вот просто люди, когда много читают, у них зрачки, то есть вернее зрачки, и глазное яблоко, оно направлено как бы не двигается. Оно вот застывает. И мышцы, которые управляют глазным яблоком, они, там закисление происходит, они там начинают атрофироваться. То есть обменные процессы, в них происходит плохо. И они не управляют уже. Нет вот этого напряжения. Модрижки этой. Глазное яблоко, оно как камера фотоаппарата, оно фокусирует на определенном предмете. И чтобы фокусироваться, нужно, глазное яблоко нужно только его сделать вот продольным, так, в таком направлении, в среднем и заднем направлении, оно как бы раздвигается. То есть фокус, чтобы был определенный, на сетчатку глаза упал изображение, которое мы видим. И вот когда мы вот эту технику проводим, то мы вот эти мышцы, их как бы расслабляем и напрягаем, и вот способствуем улучшению кровообращения. Вот почему говорят на природе, это хорошо. Да. И вот эта техника элементарная, просто вот так зажмурить сильно-сильно, домико посмотреть, потом приблизить вот так вот сюда, к концу, к кончику носа, и опять же напряжение. Напряжение, расслабление, напряжение, расслабление, вдаль, близь, вдаль, близь. Очень хорошо помогает. Представь, по нему я не вижу, доходя то, что говорит вдаль, близь, я этого не знал. Я стоял в магазине, и вот так вот стоял, глаза зажимал, смотрю, какие цены, потом смотрю рядом, я ничего не знал. Фактически это и делал. Я опять смотрю, у меня цены стали проявляться где-то, все, исключил то, исключил другое, но представь, 11 лет, как меня печально, я перестал видеть, это временно. Но у него еще, если он предлагает, вращение глазным яблоком вокруг, вправо, влево, то есть, вот это движение, оно помогает. Я еще когда работала в редакции, это было много. А почему не закрывайте книги-то? Большой перенагрузки, у меня даже было такое состояние, я в течение нескольких часов вообще не видела. То есть, у меня пелена черная, все. И вот тогда я обратилась, у меня по Норбекову было, Норбеков, а у Жданова один в один. То есть, а вообще это из йоги взяты, вот эти упражнения, это идет как раз тренировка мышц. У нас со временем, особенно вот в возрасте, если нас занимают мышцы, все восстанавливаются. А у меня на экране компьютера, монитора падал свет, и я долго сидел. Это надо заниматься. И у меня, видимо, зрачки, зрачок вот от левого глаза воспринял много света. И у меня начали пумятеть.